В Москве в районе станции метро Румянцево идет строительство офисного центра и торгово-гостиничного комплекса в рамках новой для России концепции «Город в городе». Возводится жилой комплекс, школа и детский сад. Сегодня ход работы осмотрел Сергей Собянин. По словам мэра, микрорайон станет примером качественного городского пространства с комфортным жильем и тысячами рабочих мест. Для жителей и работников нового квартала поблизости будет благоустроен лесопарк. Подробности в репортаже Ильи Данильцева. Развитие офисного парка возле станции метро Румянцево не останавливается ни на минуту. Вторая очередь административно-делового центра возведена уже на 20%. Появились первые этажи, но арендаторы бронируют места уже сегодня. Создается комплекс зданий бизнес-класса, включающих в себя высокий уровень благоустройства и позволяющих чувствовать себя людям весьма комфортно рядом с парком. И с хорошей транспортной доступностью. Под стать первой части вторая очередь делового кластера будет отвечать так называемому «зеленому стандарту». Архитектура и планировка здесь устроены таким образом, что работников окружает обилие света и созданы максимально комфортные условия. Особенность этого делового кластера в том, что здесь каждый работник чувствует личную свободу и простор. Этого удается добиться за счет большого количества зельней и широких панорамных окон. Точно в таком же архитектурном стиле будет выполнен и второй этап офисного комплекса. Только еще вдобавок ко всему появится гостиница и жилой комплекс. Большие окна, автоматические внешние жалюзи на фасадах, энергосберегающее оборудование и многое другое, что делает офисный парк самым инновационным и пока единственным в своем роде в Москве. Проект будет так называемым «городом в городе», когда вся необходимая инфраструктура под рукой. Рядом с жилым комплексом появится детский сад и школа. Весь центр расположится на площади почти в полсотни гектаров. Офисный парк относится к классу А, то есть является образцово показателем с точки зрения возможности и комфорта работы в нем. Все готовые офисы делового кластера уже сданы. Среди арендаторов 14 крупных международных и российских компаний. Всего создано 11 тысяч рабочих мест. Второй корпус добавит к этой цифре еще 5 тысяч. Новая Москва продолжает развиваться. Сегодня уже здесь живет полмиллиона человек. Создано 260 тысяч новых рабочих мест. Вложено около 2 триллионов рублей инвестиций. Две трети из них это частные инвестиции. Это и жилье, и социальные объекты, и, конечно, рабочие места. Здесь, в Комсити, по сути дела, на этой площадке мы видим, в общем, один из образцов того, как надо делать, как надо вкладывать инвестиции. Помимо рабочих мест в окрестностях бизнес-центра появляются и территории отдыха. В соседнем поселке благоустраивают парк Говоровский лес. В сквере появятся освещенные дорожки, лавочки, детские площадки и островки для активного отдыха. Прогуляться по современному парку можно будет уже через год. Мусор весь вывезли. Сейчас дорожечки сделаем, там детские площадочки сделаем. Такой парк будет, будете гулять, наслаждаться будут. Строительство нового офисного парка является частью проекта по развитию новой Москвы. В течение предстоящих 15 лет в Троицком и Новомосковском административных округах количество рабочих мест должно увеличиться в 2,5 раза. Появится несколько новых станций метро и больше миллиона квадратных метров жилья. Илья Данильцев, Станислав Ильин и Андрей Талалай, ТВ-центр.